Есть еще одна задача, которая тоже связана с этой задачей методом. А задача вот какая. Представьте, что у вас есть иголка индивидуальной длины, которая лежит из талина. И вот вы хотите ее подвергнуть на 180 градусов. И просто. Понятно, иголка. Вот вы ее хотите подвергнуть на 180 градусов. И ручку лучше. Но вы можете подвергнуть просто так. А можно сделать так, чтобы замести меньше площадь. То есть вы можете не обязательно поворачивать. Вы можете подойдет, 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 подойдет. Поворачивай, поворачивай, поворачивай. И можно, чтобы ее развернуть на 180 градусов. Была поставлена такая задача лет 100 назад. О том, какая наименьшая площадь необходима для такого размера. Вот смотрите. Видите, отрезок ядеричного длины. Мы его начинаем двигать каким-то образом. И фиксируем, что он заметает. Он, конечно, метет какую-то площадь. В процессе его движения. Он двигается, и что-то он так себе заметает. И нам нужно развернуть вот таким образом. Вот он, повернуть в одну сторону. А нам нужно развернуть таким образом, чтобы не повернуть в другую сторону. И при этом он замел как можно меньше площади. Какова наименьшая площадь. То есть ясно, что мы можем его разворачивать тут, вот так повернуть вокруг серединки. Тогда будет получше трон. Можно разворачивать более хитро. Люди придумали разворот. Вот они придумали такой треугольник с вогнутыми сторонами. Таким образом, чтобы размер был больше, чем длина отрезка. Больше, чем единиц. Больше, чем длина отрезка. И вот этот отрезок будет вот так вот двигаться. Вот он будет касаться стороны. Он так вот продвинется. Потом развернется. Потом, касаясь вот этой стороны, продвинется сюда. Потом снова развернется. Потом, касаясь сюда, и снова развернется. Получится такой разверн. Получится намного меньше, чем выше серединки. И дальше люди думают, а можно ли сделать лучше? И вот где-то сто лет назад эта задача, даже кто так не делал, что это чуть ли не самое важное решение, не забыли. И эту задачу решил математик Замечатель Базитонович, иммигрант из России, в которой только что произошла Октябрьская революция, он доказал, что можно сделать площадь как можно сколь угодно малой. То есть, что можно развернуть отрезок по фигуре сколь угодно малой площади. Эта задача связана с некоторыми задачами о неименьшем аэродинамическом сопротивлении. Это решение, оно произвело фурор. Такая книжка Литлова, английская математика, математическая смесь. Наверное, многие из вас и знают эту книжку. В этой книжке он сказал, что Базитонович сделал две важные вещи, решил две задачи, в одной из которых он нечто свел к нулю, это вот разворот единичного отрезка, а в другой задачи он свел к бесконечности. А другая задача вот какая. Рассмотрим другую арену. На этой арене находятся две точки. Одна точка – это лев, а двигается человек. Лев гонится человеком. Скорости у него одинаковые. Как быстро может лев догнать человека? Понятно. Да, у них скорости одинаковые. Хотя, если бы они были на плоскость, то человек должен был просто бежать от него и все. И тут бы его никогда не догнал. Но поскольку он находится в ограниченной пространстве, в ограниченной фигуре, то кажется, что лев может его в конце концов предпереть к степке. Так вот Базитонович доказал, что можно придумать такую стратегию человека, при которой он всегда окажется непонимым. То есть лев его никогда не сможет поймать. При этом расстояние будет все время сближаться, расстояние все время будет уменьшаться между этими двумя точками. Но никогда вот как бы они не станутся, лев никогда его не поймал. Еще вторая тоже такая замечательная задача. Базитович, что мастер парадоксальных и неожиданных ресурсов. И вот оказалось, что вот эта задача, она получила очень большое продолжение в наше время. Существует просто целое такое важное направление. Эта задача, задача о повороте отрезков оказалась связана с другими важными задачами в современном анализе. И просто в очень выдающейся математике вот эта задача сейчас работает, с которой осталось тоже много нерешенных вопросов. Продолжение следует...